В Кировоградской лётной академии состоялось торжественное открытие образовательного проекта «Авиатор-2018». Уже в седьмой раз его проводит благотворительный фонд Бориса Колесникова. Президент фонда поздравил молодёжь со стартом сезона и пожелал вдохновения в нелёгкой борьбе. Сегодня начинается седьмой сезон. Я особо рад видеть столько молодых лиц, умных, талантливых ребят. За прошедшие конкурсы сотни победителей и десятки тысяч участников нашли достойное применение своему умовому таланту. Они побывали на лучших авиасалонах мира и увидели работу своих коллег. Поэтому я не сомневаюсь, что их знания лягут в основу фундамента Украины, которая займёт своё достойное место среди самых сильных экономик мира. Стать участником «Авиатора-2018» могут студенты всех технических специальностей до 25 лет, в том числе аспиранты и молодые специалисты. Конкурс пройдёт четыре этапа – с декабря 2017 по апрель 2018 года. Молодёжь будет соревноваться в знаниях по истории и теории авиации, технических дисциплин, английского языка. А в финале конкурсанты защитят свой проект. Член чюри конкурса «Авиатор-2018» Александр Черепанов отметил, что он судействует в проекте уже пятый год. И он знает, что в новом сезоне «Авиатора» экспертная жюри под руководством известного авиаконструктора Дмитрия Акивы отберёт лучших студентов и лучшие проекты. В этом году, как и обычно, я жду эмоций. На самом деле эмоций конкурсантов, эмоций их видения будущего нашей отрасли, их, скажем так, стремление к лучшему, их, даже, скажем, простого взгляда человека, когда он представляет свою конкурсную программу. Зарегистрироваться в «Авиаторе» можно на сайте благотворительного фонда Бориса Колесникова до 5 декабря. За 7 лет существования конкурса участниками проекта уже стали 12 тысяч студентов. 400 из них одержали победу. И благодаря этому посетили лучшие авиафорумы мира. Фарнбара в Лондоне или Буржа в Париже. А фонд Бориса Колесникова за масштабный вклад в развитие науки и образования Украины стал победителем национального рейтинга «Благотворителя-2017». Продолжение следует...